Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами говорим про Android 15 и выходит очередная бетка, в которой добавляются интересные фишки, которые стоит рассмотреть на примере смартфона Xiaomi. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Ну а если тебя заинтересовал данный порт, то ссылку на его скачивание я оставлю в описании под этим видео. Помимо того, что я вам продемонстрирую в этом видеоролике в плане нововведений и фишек, я вам покажу в конце данного видео еще и пример установки. Поэтому нам для всего этого добра потребуется конечно же сам смартфон, на моем примере это Poco F5 Pro, компьютер, чтобы поставить ТВРП и конечно же хороший накопитель. При прошивке смартфона важно использовать быстрый накопитель, чтобы он смог без всяких ошибок и других проблем прошить наше устройство, ну а также чтобы он был хорошего качества. К таким требованиям можно отнести быстрый SSD диск портативного плана Transcend ESD380C на 1 ТБ. Его главное преимущество быстрая передача информации, что очень немаловажно при процессах прошивки. Сам же диск очень минималистичный, его также можно брать везде с собой для различных прошивок. У него очень хорошая совместимость как с ПК, так и со смартфонами. Благодаря наличию в комплекте двух типов кабелей для подключения к ПК и напрямую через USB Type-C, то вы сразу исключаете какие-либо проблемы с накопителем. От себя лично рекомендую использовать хороший накопитель для любого типа прошивок, хоть это Mi Flash, хоть это Custom Recovery, ведь это залог успешного результата. Transcend ESD380C также обладает очень хорошими скоростями записи и чтения информации. Но тут важно его использовать с разъемом на ПК, USB 3.2 Gen 2 на 2. При данном условии скорость передачи данных будет составлять 2000 МБ в секунду. Если вас заинтересовал данный накопитель, то ссылка на него будет в описании. И первое с чего давайте мы с вами начнем, это новые фишки, которые касаются у нас воспроизведения. Не сказать, что прям супер много чего-то в новой бета-версии на 15 андроиде, но интересности все же есть. Вот допустим вы очень любите прослушивать музыку и у вас есть друзья, которые тоже самое любят делать. Вы подключаете свои наушники и дальше у нас в Android 15 появляется такая опция как передача аудио. Что же позволяет делать данная опция? Она получается позволяет другим слушать ваш медиа контент вместе с вами, используя как раз совместимые наушники. Но если допустим вы устанавливаете новую версию 15 андроида, то к сожалению эта опция при выходе из этого меню будет просто деактивирована. Опять же сейчас это добавлено больше как для теста, но по правде говоря этой фичи да как бы то не хватает. Но справедливости ради могу отметить, что в той же оболочке Realme UI данная фича уже давно реализованная. И мне она очень нравилась, когда я пользовался данной продукцией, ну и данным брендом. Ну а если посмотреть еще с другой стороны, то возможно разработчики HyperOS все это перенесут и нам на смартфоны Xiaomi и мы будем этим довольны. Следующая опция, которая также является не менее важной, это у нас архивация приложений. Допустим мы заходим в карточку какого-то приложения и у нас тут есть такая тема как отправить в архив. Она кстати эта тема рабочая сейчас и вот смотрите мы просто заархивировали приложение. И то есть получается до 60% данная опция может нам вернуть место на нашем смартфоне. Да как бы почему бы и нет, почему бы не воспользоваться данной фичой. И после всех этих действий, как вы видите, у нас приложение абсолютно становится никаким в системе. То есть оно не потребляет, ни уведомлений никаких нет и ничего подобного не проявляется. Если вам необходимо обратно всю эту тему вернуть, нажимайте восстановить и оно у вас, это приложение проявляется. Еще из интересностей, которые у нас добавляются, то они находятся в разделе для разработчиков. И что же тут интересного мы можем с вами найти. Это получается как высокая частота кадров в играх. То есть не ограничивать максимальную частоту стандартными 60 Гц. Если ваше устройство поддерживает 120 Гц, если там 144 даже, то 15-ый Android вам позволит в полной мере ощутить все преимущества, ну или же возможности мобильного гейминга. Потому что как бы-то 60 Гц уже поднадоели, а вот там допустим 90, 120 или 144 на мобильном устройстве это будет очень круто. Так что возможно также стоит ожидать и в HyperOS данную тему. Если вы любите поиграться с разными там источниками медиа, у меня также для вас есть интересные новости. Если мы в настройках введем как смена источника вывода медиа, то мы тут с вами получим возможности, которые будут как раз позволять менять этот источник вывода медиа. Пока что нет поддерживаемых приложений, но в будущем это будет расширено, добавлено и этим разделом также можно будет воспользоваться. Есть еще также получается и в настройках у нас такая тема, которая касается спутниковой связи. Вот допустим если в настройках выбить там спутник или спутниковая связь, вот обмен сообщениями по спутниковой связи. То нас должно перекинуть в интересный разделчик. Но поскольку как бы у нас еще такой истории нет и как бы это только сейчас тестируется, но Android 15 уже как бы смотрит в завтрашний день грубо говоря. И они понимают, что как бы это будет нововведением каким-то определенным и добавляют мини раздел в этот самый Android 15. Также когда вы еще подключаете свой смартфон к компьютеру и хотите поменять то, как он будет отображаться, то есть либо как USB устройство или подключенное устройство, у вас будет запрашиваться параметр биометрии. Имеется ввиду, что у вас смартфон запросит именно информацию для того, чтобы вы подтвердили свои действия. Опять же безопасность она такая. И еще также из других нововведений, которые можно отметить, это у нас проявляется в улучшении качества работы NFC. Еще добавляется поддержка внешних экранов устройств для раскладушек. Также у нас появляется обнаружение записи экрана в Android 15, что также весьма есть очень интересным вариантом. Ну то есть вы будете понимать, что допустим что-то скрытно будет записывать, ну или же система будет определенные логи об этом записывать. И появляется еще контроль громкости, то есть в Android 15 появляется поддержка стандарта громкости, который будет как раз позволять избегать несоответствия громкости звука и избавлять пользователей от необходимости постоянно регулировать громкость при переключении между контентом. Ну и что же, теперь мы с вами переходим ко второй части этого видеоролика, где мы будем пробовать прошивать Coco F5 Pro на Android 15. Как я в начале данного видео сказал, нам потребуется компьютер, смартфон, хороший съемный накопитель, ну и конечно же немножко времени. Сразу мы с вами должны уточнить важный и ключевой момент, что устройство должно быть разблокировано. Если у вас оно не разблокировано, тогда вам стоит задуматься над этим и провести процесс разблокировки. Актуальную инструкцию я оставлю в описании под видеороликом, ну а мы с вами будем отталкиваться от того, что аппарат у нас уже разблокирован. Мы с вами заранее уже позаботились о том, чтобы у нас был архив, который также можно скачать из описания под этим видео, либо на F5 Pro, либо же на MIDI VT. И дальше мы с вами просто нажимаем на клавишу питания аппарата и просто мы его должны с вами перезапустить. Либо у вас это будет MIUI, либо же это у вас будет вот допустим как у меня уже этот Android 15. То есть просто удерживаем клавишу питания и нажимаем дальше на перезапустить. Ну или же просто принудительно перезапускаем. И в этот момент удерживаем клавишу громкости вниз. Дальше мы с вами попадаем в режим FastBoot и можно уже напрямую подключать наше устройство к компьютеру. Прежде чем мы с вами далее пойдем, необходимо убедиться в том, чтобы у нас адекватно отображались драйвера. Как только мы в FastBoot подключили наше устройство, мы соответственно с вами видим, что у нас есть Android Device. Если у вас такого нет и просто светится как Android и вопросительный знак, вы дважды на него нажимаете, устанавливаете драйвера из описания под этим видео. Далее выбираете драйвер, обновить драйвер, найти на этом компьютере, выбрать из списка доступных драйверов и вот здесь вы выбираете Android Bootloader Interface. Только в такой ситуации наши действия будут успешными. Следующим этапом нам потребуется установить кастомное рекавери. Как я уже сказал, мы пользуемся с вами сегодня услугами, соответственно, Poco F5 Pro и далее, вот как на примере Windows 11, я ввожу следующую комбинацию в поиске и мне высвечивается командная строка. Конечно же уже заблаговременно я сюда в эту папку положил рекавери для F5 Pro и нам потребуется следующая комбинация. Мы с вами зашиваем рекавери и выбираем Enter. Как вы могли заметить, процесс именно зашития рекавери произошел очень успешно и дальше мы можем уже в него перезапускаться. Как же нам правильно перезапуститься в рекавери? Мы с вами зажимаем громкость вверх и клавишу питания и удерживаем до тех пор, пока устройство не перезапустится. Если у вас вибрация проявится, вы клавишу питания отпускаете и просто удерживаете громкость вверх. Это необходимо продержать примерно секунд 10, ну и вы сразу поймете, что у вас устройство запустилось в рекавери. Вот оно, пожалуйста. Рекомендую использовать Orange Fox, потому что оно, как по мне, одно из самых удобных на сегодняшний день. Далее я выбираю на накопителе, который я подсоединил необходимую прошивку и на нее просто нажимаю. И делаю вот следующий свайп. После чего я наблюдаю картину установки прошивки, оно не слишком долго-то и занимает, и просто наслаждаюсь моментом. Кстати, вы могли заметить, что предварительно вайпов я никаких не делал. Если вы выполните перед установкой вайпом дата, системы и тому подобное, у вас будут проблемы с установкой. И потому после всех этих телодвижений с установкой, нам потребуется сделать всего лишь формат дата. Это и все, что по вайпам и форматам. Ничего дополнительно очищать, форматировать не нужно. Потому, если следовать инструкции, вы получите должный результат. Как вы видите, вверху у нас пишет Successful. Это означает, что мы на правильном пути. Выходим назад, нажимаем вот сюда на корзину. Далее выбираем формат дата и пишем ES. После чего наш выбор подтверждаем. У нас также все успешно произошло. И после чего нажимаем reboot систему. И после чего просто наблюдаем за процессом загрузки нашего устройства первоначальную настройку. Такими нехитрыми действиями можно провернуть все это дело. Как вы могли заметить, что наличие немножечко свободного времени компьютера позволит вам улучшить свое устройство. Ну, даже можно сказать, дать ему вторую жизнь. Потому что в HyperOS есть определенного рода вопросы. В MIUI есть определенного рода вопросы. Ну, а в таких кастомах как бы можно получить что-то новое и что-то интересное. Так что вот таким образом мы с вами немножечко прокачали Poco F5 Pro. Если у вас еще остались какие-то вопросы, смело пишите их в комментарии. Там мы с вами и пообщаемся. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.